В центре города парадная дома номер 9 на улице Гоголя превратилась в настоящий арт-объект. Одессит благоустроил и расписал стены подъезда, в котором он проживает. Небольшой трехэтажный дом в стиле нео-барокко расположен на улице Гоголя. Долгое время в этом доме жил выдающийся врач-офтальмолог Владимир Филатов, о чем свидетельствует памятная доска на фасаде здания. Сохранившаяся латинская сальва у порога приветствует одесситов и гостей города, желающих полюбоваться многочисленными картинами с античным сюжетом, скульптурами и комичными зарисовками из жизни старой Одессы. В школе первого этажа стоят огромные часы. Циферблат сделан из индийского красного мрамора, а цифрами служат разноцветные кусочки муранского стекла. Стрелки на часах показывают 740. И таки да, вы в Одессе. Необычные герои и разнообразные картины тянутся вверх по кованой лестнице. Помимо этого на стенах изображены влюбленные пары, небесные ангелочки, танцующие хасиды и одесские дворики. Авторы всей этой красоты – наши одесские художники, а заказчиком является мистер Джерри. После возвращения в родной дом он взялся украшать подъезд и вложил уже более 30 тысяч евро. Если бы каждый из нас делал хотя бы малость, чтобы сделать мир вокруг себя лучше, все было бы иначе. К сожалению, сегодня люди ничего не видят дальше своего носа, отмечает мистер Джерри. К слову, по соседству стоит полуразрушенный дом, в котором некогда жил сам Николай Гоголь. Жильцов отселили около 20 лет назад, но до реконструкции дела так и не дошло. Памятник архитектуры, где Гоголь писал второй том «Мертвых душ», рушится и проседает, а жители улицы уже утратили надежду на реконструкцию. Есть опасения, что дом при разрушении может повредить и соседние здания. Хотелось бы, чтобы дом Гоголя также попал в руки заботливых инвесторов, а соседняя парадная стала хорошим примером.